Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 35. Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Псалом 31, 1 стих. Милость прощения грехов превыше всего на свете, так как это единственный и верный путь к блаженству. Ведь блаженство обещается не человеку, который верно соблюдал заповеди Божьи, а тому, кто хоть и нарушил закон Божий, но ему прощены все грехи по обильной милости, даруемой Богом. В этих словах звучит приветствие блудному сыну, вернувшемуся домой. Для него устраиваются пение и хороводы. Совершенное, мгновенное и неподлежащее отмене, прощение всех грехов превращает ад грешника в небо, делает дитя гнева наследником вечной славы. Простить означает что-то отдать. Так что это что-то больше не существует. Какое бремя нужно было здесь поднять и унести? Нашему Спасителю пришлось поплатиться своей дорогой жизнью, чтобы поднять и полностью унести это бремя. Но кроме этого, наши грехи еще и покрыты, подобно тому, как морские волны покрыли египтян, или воды всемирного потопа покрыли самые высокие горы на земле. Какое тут нужно покрытие, чтобы навсегда укрыть все пятна плоти и духа от всевидящего Бога? Кто видел грех во всей его мерзости, тот понимает, какое это счастье, больше никогда не видеть его. Кто понял и принял дело спасения на Голгофе, тот знает, что он раз и навсегда очищен в возлюбленном и наслаждается основанным на святом познании счастьем, которое является предвкушением неба. Из нашего текста однозначно следует, что человек может получить уверенность, «Мои грехи прощены». Иначе как можно было бы говорить о даруемом сейчас блаженстве прощения грехов, если бы нельзя было быть в этом уверенным? Мы с радостью исповедуем эту истину на основании учения единственно верного Слова Божия.